Работы начались в начале недели. Задействована вся имеющаяся у благоустройства техника и рабочая сила. Коммунальщики убрали территорию водоема и очищают дно от водорослей и мусора. К концу недели все работы будут завершены и озеро снова наполнят водой. Несмотря на то, что в озере запрещено купаться, здесь ежедневно дежурят спасатели. Ведутся работы, во-первых, по расчистке территории, скосу травы вокруг рельефа водного бассейна, а также уже выполнены работы по ограждению территории контейнера для сбора мусора и, соответственно, бетонированию под мусоросбойника. Полностью идет сбор ила, дна, озера, то есть расчистка, сбор и вывоз на территории прилегающих к концу недели. В начале весны воду в озере снова спустят и начнутся масштабные работы по очистке дна. С началом весеннего сезона начнется опять-таки очистка озера и, соответственно, к летнему сезону все должно быть готово. То есть чистая вода, территория, а также соответствующие условия для купания людей. Объем работы очень большой, ну, соответственно, не хватает, ну, как бы не хватает, и техника нужна побольше. И уже период тоже уже, соответственно, подходит уже к концу, уже осень, уже август, поэтому не успеваем. Городское озеро – одно из самых популярных мест отдыха цхинвальцев. Каждый день по берегам водоема гуляют горожане всех возрастов. Можно встретить молодых мам с детьми, школьников, студентов, спортсменов, людей старшего возраста. В летнее время здесь особенно многолюдно, поэтому важно поддерживать здесь чистоту и порядок. Территория вокруг водоема обирается регулярно, однако из года в год качество воды в самом водоеме оставляет желать лучшего. И это несмотря на то, что в начале лета ежегодно проводится работа по расчистке дна водоема. Есть надежда, что после проведения капитальной очистки дна водоема проблема будет решена. Из Алина Кочева, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.